Мирненцев и линчан неохотно принимают на работу в нефтегазовые предприятия. Сегодня в России у нефтяников самая высокая зарплата. По числу свободных вакансий эта отрасль занимает второе место в Мирненском районе после медицины. Есть рабочие места, есть и желающие на них трудиться. Так почему нефтяники не принимают местные кадры, выясняли мои коллеги из Алмазного края. Средняя зарплата российского нефтяника 150 тысяч рублей. В этой отрасли многие мечтают работать. А в Мирненском районе нефтегазодобыча на втором месте по числу свободных вакансий после медицины. На предприятии Тасюрях нефтегаздобыча на сегодняшний день зарегистрировано 26 свободных вакансий. Сегодня на территории Мирненского района возле села Тасюрях работает 11 нефтегазовых предприятий. В прошлом году они увеличили добычу больше чем на 20%. В цене, как и везде, высококвалифицированные специалисты. С образованием и опытом. Мастера, механики, слесари, начальники смен. Работа вахтовая. Размер зарплаты устанавливается после собеседования. Есть вакансии, есть и желающие. Но нефтяники неохотно принимают местные кадры на работу. В центре занятости Ленского района тоже сталкиваются с подобной проблемой. Обязательно высшее образование, опыт работы не менее 3-5-3 лет. Они ежемесячно подтверждают нам вакансии. Мы их закрыть не можем. И у них наступает право обратиться в межведомственную комиссию на квоту по привлечению иностранной рабочей силы. Социальную ответственность необходимо повышать, решили в администрации Мирненского района. Заключили с несколькими нефтегазовыми предприятиями соответствующие соглашения и вынесли вопрос на уровень правительства республики. Принято решение в этом году на уровне правительства республики Саха-Якутия о разработке специальной программы социально-экономического развития бытовинского наслега с участием и долей финансирования района, самого наслега, правительства республики и недропользователей, которые осуществляют поиски, разведки полезных ископаемых и добычу нефти и газа. Трудоустройство местных специалистов на предприятии нефти и газа станет частью государственной программы. Это повысит шансы мирненцев найти высокооплачиваемую работу. Тем более, что уже несколько лет МПТИ готовит соответствующие кадры на нефтегазовом факультете.